Всем привет! Меня зовут Рина, и я вам сегодня расскажу про один из малоизвестных фестивалей здесь, в Таиланде, про фестиваль голодных духов. Неотъемлемой частью тайского общества являются различные духи и призраки. Их ежедневно задабривают вкусностями, дарят им подарки, их боятся, у них просят защиты, и да, это имеет место быть. Здесь на Пукете проживают тайцы китайского происхождения, и именно среди них отмечается фестиваль голодных духов. Именно поэтому я надела сегодня традиционные китайские одежды, чтобы пойти в Пукеттаун кормить голодных духов. На первый взгляд, фестиваль голодных духов напоминает больше тайский рынок. Впрочем, в Таиланде ни один праздник не обходится без рынка. Местные жители большие любители поесть и пошопиться. Расскажу вам немного про историю самого праздника. Фестиваль голодных духов на Пукете появился благодаря иммигрантам из Китая, которые переселились сюда во время оловянного бума чуть более века назад. Помимо Пукета, праздник отмечают в китайских общинах Бангкока и Чингмая, а кроме Таиланда в самом Китае, Малайзии, Вьетнаме и Японии. Фестиваль длится общей сложностью около месяца. Основное действие приходится на полнолуние седьмого месяца по лунному календарю, и это соответствует григорианским августу или сентябрю. Праздник в Таиланде настолько малоизвестен, что сами тайцы, если не имеют отношения к китайской общине, о нем ничего не знают. Лучший способ выяснить даты проведения фестиваля – это позвонить в туристическое управление Таиланда. Считается, что в полнолуние седьмого месяца по лунному календарю открываются врата ада, и призракам позволяются вернуться на землю. Этот праздник еще называют Пхото по имени бога голодных духов Пхото Конга, который следит за кормлением призраков. Это время всех духов, в том числе и родственников, которые умерли вдали от семьи или внезапно, чем испортили себе карму и превратились в духа. Считается, что голодные призраки вырываются из своего заточения и спешат навестить свои бывшие дома. Чтобы не рисковать своим благополучием, местные жители готовят подношения, много вкусной еды, красочные шоу и другие развлечения. Первый день фестиваля, как правило, проходит дома. Праздничный стол накрывают различными блюдами, обязательно ставят тарелку риса для каждого из умерших родственников и зажигают романтические палочки. Они догорают, и это означает, что дух закончил трапезу. Теперь вся семья может сесть за стол. На мой взгляд, самое интересное, что во время фестиваля голодных духов местные жители делают торты из пшеничной муки и сахара в форме красных черепах. Они называются ангку. Считается, что они приносят удачу. С диалекта хоккян анг переводится как красный цвет, символ удачи. Ку – это черепаха, символ долголетия. На торте обычно пишут пожелания и имя человека, фамилию семьи или название компании, которые сделали эту черепаху. Местные кулинары готовят торты различных размеров – от маленьких с ладошку до гигантских размеров с автомобиль. Их стоимость доходит до 20 тысяч бат. Торты ангку обычно не едят сразу, а оставляют в храме, чтобы заслужить благословение. Самых больших черепах заворачивают в полиэтилен, помечают номерком и выставляют на церемонию подношения еды духом. У каждой черепахи написано по-тайски или просьба вернуть торт обратно, или разрешение поделить его между прихожанами после церемонии. Кстати, если вы думаете, что вся черепаха – это большой торт, то ошибаетесь. Внутри каждой черепахи деревянная баванка нужного размера, а сверху толстый слой черепашьей шкуры. Как раз ее снимают, делят и раздают всем желающим. Вместе с красными черепахами местные жители приносят в храмы цветы, еду, фрукты для своих умерших родственников. Каждое блюдо имеет свой смысл. Лапша символизирует легкую и длинную жизнь, ананас – удачу, арбуз – истину, гранат – благополучие потомков. Из фруктов и овощей вырезают настоящие картины и делают различные фигурки. В китайских храмах есть традиция сжигать в огромной печи так называемые адские деньги, сделанные из бумаги. Своего рода виртуальный PayPal. Родственники в потустороннем мире смогут что-нибудь на них купить. Главными центрами проведения фестиваля в эти дни становятся улица Ранон и маленький китайский храм Пхо Токонг в Пукеттауне. Все дни храм посещают прихожане. Здесь разворачивается любимая тайцами ярмарка, выставляют лотки с едой, одеждой. И здесь же проходят конкурсы и выступления школьников. Теперь вы знаете все про фестиваль голодных духов. Более подробно все можно прочитать на моем сайте. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить все самое-самое интересное. Я делаю для вас видео каждую неделю. Всем пока-пока! Увидимся в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok